Еще одна фланговая атака Локомотива. Подключается Янбаев, он уже с мячом штрафной. Делает передачу, надо забивать! Будет гол! Гол случился и он засчитан. Положение вне игры не фиксируется, английская бригада. Все-таки в оставшиеся вот эти мгновения игры Локомотив окончательно сломил сопротивление Нальчан и выигрывает с более убедительным счетом. 3-1. Это уже не минимальная победа. Но вот мы предсказывали с Алексеем Андроновым, что будут, будут голы в этой встрече. И они случились. Правда, случились уже, по сути, на флажке. В самом конце матча. Кто последний мяча коснулся? Кто автор этого гола? Янбаев хорош, конечно же, в этом игровом эпизоде. Укратил мяч грудью и прострелил. Вот такой эпизод, что это и у Чудков вышедший на замену. Да, да. И посмотрите, еще один футболист, который вслед за катаком вышел на замену, забивая гол, поражая ближний угол. Ну, трудно здесь разобраться, было в сайте или не было. Давайте доверимся судейскому решению. И ликует Владимир Маминов. Его команда одерживает победу. Это первая победа локомотива под руководством Маминова. Первая победа железнодорожников после увольнения Юрия Красножана. Сычев, Катагов и Чудков забивают в составе железнодорожников. Сирадзе отличился за нольчан. Ну, и сейчас мы ждем после матчевых интервью. Алексей Андронов вот-вот и пообщается с наставниками команд. Пока интервью готовится. Ну, а мы с вами можем посмотреть статистику. 3-1 по счету. Много ударов поворотом нанес локомотив значительно больше, нежели «Спартак». Владимир Маминов. Редактор субтитров А.Семкин